Фил Джексон лучший тренер в истории НБА. Этот человек взял за свою карьеру сразу три трипита, последний из которых был обвенчан чемпионством с Лейкерс в 2002 году, когда озерники с легкостью одолели Нью-Джерси. Однако взять четвертый титул к ряду у этого специалиста не получилось по ряду причин. Да и сложно было думать только о баскетболе, когда в твоей команде постоянно конфликтуют главные звезды в лице Шака и Коби. Посему сезон 2002-2003 был очень интересен для фанатов, все ждали увидеть в нем нового чемпиона. Лейкерс уже попросту не переносили на дух, как например Golden State Warriors в более современную эпоху. И на счастье болельщиков чемпион действительно сменился. Данкен и компания, те самые вечно обиженные в последние три года ребята, наконец-то сбросили свое проклятие и вышли в финал, где в противоборстве с Нью-Джерси Джейсона Кида показали, с одной стороны самый защитный баскетбол в истории, а с другой стороны самый скучный, во всяком случае по оценкам зрителей. Именно про этот финал мы сегодня поговорим в нашем свежем выпуске. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола. С вами как всегда канал Оранжевый Мяч и мы наконец-то возвращаемся к нашей любимой рубрике. От вас я попрошу лишь лайк и подписку на мой канал, поскольку не уверен, что данное видео соберет много просмотров. Давайте попробуем пробить тысячу больших пальцев вверх, мне будет очень приятно. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Нас уже более 30 тысяч любителей баскетбола и для меня это просто грандиозная цифра. Наливайте себе чайку, небольшая рекламная пауза и будем приступать. А спонсором сегодняшнего ролика, как всегда, являются наши друзья из Гетто Баскет. Данный магазин славится большим ассортиментом баскетбольной атрибутики, а также продукции других популярных брендов. 7-летний опыт на рынке, достойное качество, быстрая доставка и отзывчивый продавец. Все как всегда. Для того, чтобы выбрать что-то для себя и оформить нужный заказ, вы можете посетить телеграм-канал, магазин, их паблик во ВКонтакте или официальную страницу Инстаграм. Ссылки, естественно, будут в описании. А тем, кто проживает в Уфе, советую посетить данный магазин лично и ознакомиться с ассортиментом. Адрес указан на экране. Выбирайте, покупайте и носите с удовольствием. Но не только ссорами Коби и Шака были прогнозированы исходы того сезона. Во-первых, Лейкерс буквально не меняли свой состав, что всегда чревато стагнацией и регрессом. Во-вторых, ближайшие конкуренты Озерников на Западе, Сакраменто Кингс, имели трех молодых баскетболистов, которые должны были сделать серьезные шаги вперед. Пежу Стояковича, Майка Биби и Хеда Туркоглу. В-третьих, конечно же, мощный Исперс, которые были очень голодны до побед. Перед командой Поповича в межсезонье были поставлены серьезные вопросы. Робинсона на пенсию или оставлять в команде? Такой, наверное, был главным. Дэвид Робинсон в плей-офф после травмы в прошлом сезоне был очень плох. И надеяться на завоевание Перстней с этой ходячей, прошу прощения, разваленной, в роли основного центрового было очень трудно. Но с другой стороны, как можно выгнать живую легенду из команды? Естественно, его оставили, но взяли на подмену еле-еле передвигающемуся адмиралу еще более древнего ветерана, 40-летнего Кевина Уиллиса. Как была проблема у Сперст с центровыми в прошлом году, так она и перешла в новый сезон. Поскольку про команду двух башен можно было смело забыть, акцент в новом чемпионате был сделан на укрепление задней линии. И здесь у Сан-Антонио был полный порядок. Хорошо проявивший себя в прошлом году Тони Паркер в этом году должен был прибавить еще больше. После травмы вернулся в состав клуба атакующий защитник Стивен Джексон. А ему на подмену из-за океана подъехал аргентинец Ману Джинобили, выбранный на драфте еще в далеком 99-м. История про Ману есть на канале, можете посмотреть. Приход Ману Джинобили в Сан-Антонио станет поистине судьбоносным. В будущем его роль для клуба будет похожа на ту, которую играл в легендарном Бостоне 80-х Кевин МакХейл. Перед началом сезона стало очевидно, что чемпион вновь придет с запада. И список главных фаворитов ничуть не изменился по сравнению с прошлым годом. Это были бы Лейкерс, Сан-Антонио или Сакраменто. На Востоке за место финалиста стоило ожидать борьбу между Нью-Джерси, Бостоном, Детройтом и Филадельфией. Но только за выход в финал. Потому что никто не рассчитывал, что команда с Востока победит в чемпионате. В Орландо, кстати, должен был вернуться Гранд Хилл. Но после двух лет вне игры, мало кто верил, что из этого возвращения что-то получится. С самого начала чемпионата стало очевидно, что у чемпиона полномасштабный кризис. Шак выбыл из-за травмы, Рик Фокс получил шестиматчевую дисквалификацию. Казалось бы, дело житейское. Но из 11 первых игр без Шакила Унила Лейкерс проиграли в восьми. Сан-Антонио стартовал тоже со скрипом. А лидером чемпионата неожиданно стал Даллас, который на старте одержал аж 14 побед. Несмотря на ужасный старт, дружина Фила Джексона сумела преодолеть кризис. И во второй половине регулярки заиграла вполне себе по-чемпионски. Хобби Брайант после матча всех звезд принялся крушить снайперские рекорды. Набрав в 9 матчах подряд 40 очков и более. И в 13 подряд более 35 очков, обогнав Джордана, у которого было 10 таких игр. Вернувшийся после травмы Шакилу Нил набрал форму и жизнь у Озерников постепенно наладилась. В итоге игроки из Л.А. достигли более-менее приличного показателя в 50 побед, заняв 5 место на Западе. В последних 30 матчах они одержали верх аж 23 раза и доказали, что сбрасывать их со счетов ни в коем случае нельзя. Сан-Антонио после всезвездного уикенда тоже принялись устанавливать рекорды, выиграв 8 выездных встреч подряд. Данкон увеличил свою результативность, а Паркер стал напоминать того Тони, который получит MVP финальной серии 2007 года. Но об этом, конечно же, будет позднее. В последних 32 матчах сезона Сан-Антонио проиграли всего лишь 5 раз. В итоге финишировали первыми в чемпионате с 60 победами. Модель игры у Сан-Антонио в этом году ничуть не изменилась. Команда по-прежнему делала ставку на непроходимую оборону и на своего лидера Тима Данкона, о котором мы чуть более подробно поговорим позже. Даллас Маврик, кстати, тоже достигли отметки в 60 побед, но концовочку провели гораздо хуже. 8 поражений в последних 20 играх. Сакраменто отстал от двух лидеров всего на одну победу, 59 викторий. Но этот результат не показателен. Данная команда по своему потенциалу была способна на 65 побед. Но, к сожалению, травмы и различные пропуски не дали им этого сделать. В последних 15 встречах короли проиграли всего дважды. Таким образом, на западе к плей-офф все трое предсезонных фаворитов вышли на свой пик. На востоке же Индиана Пейсерс не выдержала бремени лидера и в феврале-марте выдала две серии по 6 поражений подряд. В итоге в конференции 5 команд закончили чемпионат примерно на одном уровне. 47-50 побед. Детройт занял первое место, а за ним расположились Нью-Джерси, которые смогли приобрести Мутомбо. Но это никак их не усилило, потому что он не играл из-за травм. Далее были Индиана, Филадельфия и Новый Орлеан, бывший Шарлотт Хорнетс. В заключение этой главы хотелось бы немного остановиться на награде MVP. Особых вопросов, почему ее получил Данкан, нет. Его команда выиграла регулярку, а он был ее непререкаемым лидером и в нападении, и в обороне. Данкан набирал по 23,5 очка в среднем за игру 13 подборов и практически 3 блокшота. Второе место, кстати, занял не Коби, который бил рекорды, не Новицкий, чья команда набрала также 60 побед, а Кевин Гарнет, чья Миннесота еле-еле перешагнула за отметку в 50. Удивительно, но раз уж награду получил Тим Миди, остальное уже не особо имеет какое-то значение. Все предельно заслужено. Все серии первого раунда на Востоке прошли в достаточно упорной борьбе. За 6 матчей Бостон одолел Индиану, а Филадельфия переиграла Новый Орлеан. Там, кстати, Ален Айверсон набирал в серии по 35 очков в среднем. В полуфинале Востока вновь встретились Нью-Джерси и Бостон, которые выясняли отношения и в прошлом году в финале конференции. На этот раз Нец не дали Кельтам ни единого шанса, одержав победу в четырех встречах. Лидеры Нец Мартин, Кит и Джефферсон провели отличную серию, а у Селтик сбились только Пирс и Делк. Антуан Уокер провалил три игры из четырех и честно заслужил грядущий обмен в Даллас. В другом полуфинале Бэтбой с второго созыва с огромным трудом в шести матчах одолели Филадельфию. В финале конференции между Пистонс и Нец борьбы также не получилось. Два матча на площадке Детройта Сети выиграли на последних секундах, а у себя дома одержали две уверенные победы. Что же случилось с упорным Детройтом? Похоже, что лидер команды Чон Сибилопс не смог сыграть в свою силу из-за недолеченной травмы. Иначе невозможно объяснить его катастрофическую игру в серии. В первом раунде Запада Даллас на пару с обладателем самой большой платежной ведомости Портлендом устроили одну из самых странных и захватывающих серий плей-офф НБА за всю историю. В этом сезоне в Трейл Блейзерсу вновь появился после годичного отдыха Арвидас Сабонис. Трудно сказать, зачем он вернулся в этот клуб, который к этому времени уже ни на что по сути не рассчитывал. Сабос наверняка мог помочь Сан-Антонио, например, и получить напоследок перстень чемпиона, но не сложилось. Тренер Орегонцев Мочикс не сильно доверял ветерану, и Сабонис выходил со скамейки минут на 10-15. Портленд третий год подряд вышел в плей-офф с низкого места, что вновь предвещало первопароходцам отпуск после первого раунда. Серия началась с трех побед Далласа. Если бы это случилось в прошлом году, то Портленд уже бы паковали чемоданы, чтобы отправиться в честно заработанный отпуск. Но с этого сезона первый круг стал играться до четырех побед, поэтому парням из штата Орегон надо было уступить еще одну встречу техасским далласцам. Вроде бы все предпосылки для этого были. Портленд уже потерял Скотти Пиппина и основного защитника Дерека Андерсона. Но тут начались чудеса. Трейлблейзерс принялись штамповать одну победу за другой. Тогда еще совсем молодой Зак Рэндальф при поддержке Рашида Уоллеса устроили Маврикс хорошую трепку. Портленд одержал три победы подряд, последний из которых Даллас был просто растоптан. Диркс сыграл в шестой игре, просто отвратительно набрав четыре очка. В этой самой шестой встрече блеснул Сабонис. Всего за 12 минут игрового времени он набрал 16 очков и 8 подборов. Над фаворитом сезона нависла угроза самого позорного поражения в плей-офф за всю историю. Но для клуба Саббаса миссия оказалась невыполнимой. Решающий матч прошел в равной борьбе, но Далласу удалось вырвать концовку. Дирк в этом матче показал всем, кто в этой серии настоящий хаслер, набрав 31 очко и принеся победу своей организации. В справедливости ради тяжело начали плей-офф не только в Далласе, но и в Сан-Антонио. Команда потерпела поражение в первом матче от Финикса на своей площадке. Одержала трудную победу во втором, легкую викторию в третьем, но на своем паркете опять уступила в четвертом. Итоговая победа в шести играх над аризонской молодежью, такие как Марбери, Амаре Стадемайер, Джо Джонсон и Шон Мэрин, далась шпорам крайне нелегко, в немалой степени по причине невыразительной игры Тима Данкона, который набирал всего лишь по 18,5 очков в нападении. Так или иначе, Сан-Антонио прошли дальше. Миннесота в четвертый раз подряд вылетела в первом раунде, но сейчас Кевин Гарнет мог гордиться собой, ведь он забрал две игры у действующего чемпиона из Лейкерс и даже вел в серии со счетом 2-1. Правда на большее их не хватило. В полуфинале Запада состоялась третья встреча подряд в заклятых, в кавычках, друзей из Сан-Антонио и Лос-Анджелеса. Так получилось, что шпоры три предыдущих года постоянно натыкались на Лейкерс, имея серьезные проблемы, связанные с травмами игроков. В 2000 году не играл Данком, в 2001 Дерри Кандерсон, а в 2002 Дэвид Робинсон. Очевидно, что имея в качестве полноценной звезды только одного Тима Данкона, подходить к битве с Лейкерс с потерями в составе было никак нельзя. Новая встреча состоялась при других обстоятельствах. У Сан-Антонио все игроки основы были в строю, включая Дэвида Робинсона, а Лос-Анджелес Лейкерс потеряли Рика Фокса. В полуфинал с озерниками шпоры начали лучше, чем серию с Финиксом. У себя дома они выиграли обе встречи. Правда победу в первом из них чуть не украл Хобби со своими 37 очками, который устроил бенефис в последней четверти и в концовке положил в корзину хозяев две трешки. А вот во втором матче все было решено задолго до финальной сирены. Уже к середине третьей четверти разница в счете достигла 20 поинтов. У себя дома же Лейкерс отыгрались даже без Фила Джексона, который отсутствовал на скамейке из-за болезни. В третьем матче хозяева одержали уверенную победу. В четвертом поединке шпоры долго лидировали, но на последней минуте озерники вырвали викторию за счет точных штрафных. 99-95. Все в этой серии решал пятый матч в Сан-Антонио. Шпоры уверенно выигрывали поединок, добившись 25-очкового преимущества, но рано расслабились. Озерники устремились в погоню, Кобби начал набирать очко за очком и в концовке встречи Лейкер смогли сравнивать счет. Но штатный киллер озерников биг-шот Роб на этот раз промахнулся. В итоге Сан-Антонио выиграли с разницей всего лишь в 2 поинта, 96-94. Фокс был травмирован, Орин не в форме, в результате чемпион сложил свои полномочия. В шестой игре Сан-Антонио учинил озерникам форменный разгром на их паркете, 110-82. MVP регулярки Тим Данкан провел лучший матч плей-офф, набрав 37 очков и 16 подборов. А Тони Паркер записал на свой счет еще 27. Да, месть у Сан-Антонио получилось очень сладкой. Шака Коби были самыми раздосадованными людьми на тот момент в мире. В этом сомневаться не стоит. На противостояние Далласа и Сакраменто в другом полуфинале конференции фатальным образом повлияла травма Криса Уэйбера во второй встрече. Будь лидер клуба из Сакраменто в строю, Даллас дальше бы не прошли. Даже без Уэйбера у королей были шансы. Лишь в седьмом матче Даллас Маврикс на своей площадке доказал, что они сильнее Сакраменто без Уэйбера. Финал Запада я, как обычно, постарался выделить отдельно, потому что многие фанаты именно его считали официальным. Никто не воспринимал команду с Востока как конкурент на чемпионство. Вывеска у этого финала была превосходная. Находящийся на пике карьеры Тим Данкан против нового Ларри Берда в СИАНБА Дирка Новицки. Оборона Сан-Антонио против лучшей атаки чемпионата. Эта серия должна была бы стать битвой титанов. Но, как и предыдущее, противостояние Далласа и Сакраменто была испорчена травмой. На этот раз уже у Далласа. Первая игра на площадке Сперс, казалось бы, подтвердила прогнозы о том, что это будет выдающаяся серия. Даллас победил, вырвав у Шпор концовку со счетом 113-110. Данкан набрал 40, Новицкий 38 и так далее. Во второй игре хозяева достаточно легко отыгрались, а потом победили и в третий, уже в Далласе оторвавшись в счете лишь в последней четверти. Собственно говоря, в третьем матче противостояние двух клубов фактически и закончилось, потому что в концовке встречи травму левого колена получил Дирк Новицкий. На фоне разбушевавшегося Данка, на который во всех трех играх набирал более 30, Далласу оставалось только выбросить белый флаг. Но небольшая сенсация все-таки случилась. Маверикс без Дирка проиграли четвертую встречу на своем паркете в упорной борьбе, но затем смогли одержать фантастическую победу в Сан-Антонио со счетом 103-91. Хозяева уверенно выигрывали пятый матч, но Нэш и компания устроили шпором разгром в последней четверти. Отличную игру выдал Майк Финли, а у Сан-Антонио очень не вовремя провалил встречу Тони Паркер. В серии появилась интрига, но жила она недолго. История умалчивает, что сделал Грег Копович со своими ребятами после пятого матча, но в шестом поединке шпоры буквально удушили снайперов Далласа в последней четверти, ограничив их девятью очками, а сами набрали 34. Итоговая победа 90-78, и Сан-Антонио выходит в финал НБА. Несмотря на то, что перед плей-офф многие эксперты отдавали предпочтение абсолютно любому представителю Запада против финалиста с Востока, ситуация в этом году несколько отличалась от предыдущих сезонов. Дело в том, что Нью-Джерси уже не были такими уж мальчиками для битья, как это было в прошлом году. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Основа НЭЦ бывала в финале и знала, с чем его едят. А Усперс, три основных игрока в лице Паркера, Джексона и Боуэна, не имели возможности испытать себя на таком уровне. Двое из них, к тому же, были совсем молодые, а молодости свойственны нестабильность. Ключевыми представлялись два противостояния, разыгрывающих Джейсона Кида и Тони Паркера, и мощных форвардов Тима Данкина и Киньона Мартина. 29-летний Джейсон Кид имел все возможности закрыть юниора Паркера, а если бы заматеревший Киньон при поддержке Холлинза и вытащенного из чулана Мутомба смогли бы притормозить Тима Данкона, то у Нец появились бы неплохие шансы на победу. Да, Спёрс были фаворитами, но не такими явными, как Лейкерс два предшествующих года. Первая игра началась не очень весело для хозяев. Киньон Мартин, как клещ, вцепился в Данкона и не дал ему развернуться в атаке. А Кид сразу же показал своему визави Тони Паркеру, что с ним он церемониться не будет. Всю первую половину шла вязкая игра, в которой не преуспевали ни Спёрс, ни Нец. 42-42. А вот после перерыва хозяева встрепенулись и провели в третьей четверти весьма эффектный отрезок, оторвавший к концу периода на 15 очков. Это, к слову, для тех, кто считает Сан-Антонио скучными. Рекомендую вам посмотреть вторую половину этого матча. Иногда тогдашние Спёрс показывали практически шоу-тайм. Данкан после неудачной первой половины преобразился и продемонстрировал, что в финале играет действующий МВП. Он в конечном счете набрал 32 очка, 20 подборов, 7 блокшотов и 6 ассистов. А вот лидер Нью-Джерси Кид после удачных первых минут скис и набрал всего лишь 10 очков при 4 реализованных бросках из 17. Итог первого матча 101-89 в пользу Сан-Антонио. Во второй встрече хозяева после первых удачных минут забуксовали. На перерыв команды ушли при счете 41-35 в пользу гостей. По сути, обе команды увязли в оборонительных построениях друг друга. Данкан в первой половине находился в какой-то прострации, совершая один промах за другим. После перерыва дело пошло повеселее, но на этот раз рывок совершили НЭЦ. По ходу третьей четверти разница в счете доходила до 15 поинтов. Перед последним перерывом Шпорам удалось чуть-чуть приблизиться к НЭЦ, а за 2 минуты до конца от преимущества Нью-Джерси осталось лишь 1 очко. Но дожать гостей Сан-Антонио не смогли. Кит набрал 7 очков и обеспечил своей команде победу 87-85. В целом, про этот поединок можно сказать, что оборона гостей победила оборону Сан-Антонио. Третью встречу команды начали столь бодро, что совместными усилиями побили антирекорд плей-офф по количеству очков, набранных двумя командами за половину матча. На перерыв они ушли при счете 33-30 в пользу Сан-Антонио. Страшно в это поверить, но это правда. У НЭЦ очки стабильно набирал лишь Киньон Мартин, а у гостей Данкан. Во второй половине дело пошло поживее, и цифры счета быстро поползли приличным значением. Перед последним перерывом хозяева ввели 3 очка, но в четвертой четверти Сан-Антонио совершили рывок. НЭЦ еще смогли приблизиться на дистанцию двухочкового, но на этом их запал закончился. Гости сыграли в заключительные секунды очень уверенно и победили. 84-79. Против Данкан и НЭЦ вновь оборонялись неплохо, но в целом он сыграл очень полезно. В атаке Тимми подсобил Паркер, который полностью переиграл своего визави Джейсона Кида. В атаке у НЭЦ в этом матче солировал только лишь Мартин. Перед четвертой встречей комментаторы задавались вопросом, а где же Ричард Джефферсон? И действительно, человек, набиравших первых трех раундов плей-офф чуть более 14 очков в среднем за встречу, во второй игре финала наскреп лишь 8, а в третий 6. И вот отдохнув пару матчей, он все-таки вернулся. За первую половину четвертой игры он настрелял 10 очков. Мартин добавил 12 и НЭЦ ушли на перерыв, лидируя со счетом 45-34. Такой большой отрыв возник в последние минуты второй четверти, когда Тим Данкан присел на лавку, получив третий фолл. После перерыва фанатов не покидало долгое ощущение, что с Пёрс в этом матче ничего не светит. Данкан в первой половине стабильно набирал очки, но после отдыха принялся мазать один бросок за другим. Паркер был словно вареный, Джексон потерял свой бросок еще в прошлом поединке, да так его и не нашел. НЭЦ победили в самом напряженном, но и самом малорезультативном поединке серии со счетом 77-76. У Нью-Джерси самыми результативными стали Киньон Мартин с 20 очками и Ричард Джефферсон с 18. Пятая встреча вновь проходила под диктовку Сан-Антонио, и на большой перерыв они ушли при счете 42-34. Тим Данкан набрал 14 очков за первую половину. После перерыва вновь встрепенулся Кит, и Нью-Джерси быстро догнали гостей. Но Спёрс в этом поединке чувствовали себя настоящими хозяевами и быстро ответили рывком 13 к 3, оторвавшись от НЭЦ на 9 очков перед последней четвертью. Кит и компания нашли в себе силы практически догнать Сан-Антонио, но тут же пропустили очередной рыбок. В итоге концовка встречи прошла спокойно, а Сан-Антонио одержали уверенную победу и по сути решающую в серии 93-83. До второго титула им оставалось сделать лишь один шаг. Шестая игра, к удивлению фанатов Сан-Антонио, началась так, словно НЭЦ играли дома, и именно они собирались завершать сезон. Первая четверть закончилась со счетом 25-17 в пользу гостей. Дальше больше. В третьей четверти НЭЦ довели свое преимущество до 12 очков, а за 9 минут до конца показалось, что седьмой игры не избежать. 72-63. Игра у хозяев не шла, многочисленные ошибки просто убивали их. Но когда отступать уже стало некуда, Сан-Антонио вдруг принялись без проблем набирать эти самые очки. А НЭЦ словно впали в анабиоз. За 9 минут Гид сумел ответить на 25 очков спер с двумя попаданиями в кольцо. И все. Один только Киньон Мартин промазал 7 бросков подряд. В итоге Сан-Антонио одержали уверенную победу 88-77 и стали чемпионами НБА. Тим Данкан в этом матче сотворил трипл-дабл, 21 очко, 20 подборов, 10 передач и 8 блокшотов. Адмирал Дэвид Робинсон добавил 13 очков и 17 подборов. Последняя игра в карьере престарелому адмиралу явно удалась. Билл Симмонс о том финале высказывался так. Баскетбол внезапно стал отстоем и во всем виноват и Сан-Антонио. Это все началось после агрессивно непривлекательной финальной серии, у которой были худшие рейтинги за 26 лет. Даже показанные в повторе матча финала 81 смотрелись лучше, чем прославленная схватка двух непроходимых защит. Вместе НЭЦ и СПЕРС не набирали даже более 170 очков за матч. Нью-Джерси атаковал с процентом ниже 37 и ни разу так и не смог выйти за 90 очков. Как к этому относиться решать только вам, но защитный баскетбол появился еще в конце 90-х. И то, что финал не оправдал зрительских надежд, не делает его отстоем, как сказал Билл Симмонс. Финальные серии Шаком и Коби были более рейтинговыми, чем финал с Данконом и Кидом, лишь по причине большей популярности Лос-Анджелесского тандема на общеамериканском телевизионном рынке. Шоу-бизнес слабо связан с профессионализмом. Главная звезда финала 2003 года Тим Данкон как игрок ничуть не уступал ни Шаку, ни Коби, но он гораздо менее медийная фигура. В любом случае, этот финал был интереснее, чем то, что фанаты увидели в прошлом году. В большинстве матчей шла серьезная борьба. После четырех встреч счет был равный, а шестую игру Сан-Антонио вытащили буквально чудом. Сезон 2002-2003 это год Тима Данкона. В прошлом плей-офф Озерники остановили Спёрс и не дали лучшему игроку чемпионата сделать дубль, взяв два главных индивидуальных приза. Теперь же, добавив к MVP-регулярке MVP финала, Тимми присоединился к таким легендам, как Мозас Мэлоун, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Кокима Лодживон и, собственно, Шакил О'Нил. В финале Данкон не был так ярок, как в сериях с Лейкерс и Далласом, в которых он набирал по 28 очков. Но на его счету две впечатляющие игры, первая и пятая, и статистически безукоризненная шестая. Да и в целом его статистика по итогам шести финальных поединков выглядит весьма пристойно. 24,5 очка, 17 подборов, 5 ассистов и 5 локшотов. В финале особой зрелищности Сан-Антонио действительно не показали, но при этом не стоит забывать, что Сан-Антонио не были скучными ни с Лейкерс, ни с Далласом. Просто в финале чемпион натолкнулся на команду, которая сделала такой же акцент на обороне. Коса нашла на камень, и зрелища зрители, увы, не увидели. В целом, эта организация явно еще не вышла на свой пик, и Грэгу Поповичу было над чем работать в следующем году. Так что натужная атакующая игра Сан-Антонио в финале была вполне объяснима. Данкон не мог тащить команду в одиночку, дальнобойщики не попадали в свои броски, а проходящие к кольцу игроки задней линии и шпор утыкались в крепко оснащенную защиту НЭЦ. В итоге чемпион в финале набирал всего лишь по 88 очков за игру. Для сравнения, Далласу шпоры отгружали по 101 очку, а пурпурно-золотым почти сотню за игру. Ну и самое главное, чем был ознаменован этот сезон, тандем Коби и Шака был повержен. Фанаты были в основном довольны, кроме, разумеется, болельщиков Лейкерс. А на этом, друзья, в общем-то все. Подошло к концу наше очередное историческое путешествие по ленте времени НБА. Надеюсь, что вы смогли досмотреть это видео до конца. Поскольку тот финал действительно не был особо популярен, полагаю, что и ролик много просмотров не соберет. Но в любом случае, рад, что смог поделиться этим с вами. Оставляйте в комментариях свое мнение по тому финалу, будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на который, как всегда, в закрепленном комментарии. Или можете перейти по QR-коду, который видите на своих экранах. Услышимся в новых видео. Любите баскетбол, всего вам самого доброго, не болейте и до связи.